Юрий Иванович – доцент кафедры в Одинцовском филиале Международного юридического института. Первый раз он вакцинировался спутником ВИИ в январе. Сразу же, как появилась такая возможность. Я сразу же после Нового года вошел на госуслуги, записался, поставил прививочку, потому что считаю, что действительно их нужно делать. А потом я ежегодно езжу к маме, она у меня пожилой человек, больше 90 лет, и уже поэтому обезопасить и ее, и себя. Никаких симптомов, о которых предупреждали медики, не было. В семье Юрия Ивановича вакцинированы все, причем по собственному желанию. Оба сына, невестки, 91-летняя мама. Никто не болел ковидом, прививки все перенесли легко. В октябре Юрий Михайлов вместе с женой решил пройти ревакцинацию. Точно так же прошло, как и самая первая прививка. Никаких последствий ни температуры, ни слабости. В общем-то, я и работал на следующий день после вакцинации даже, и не почувствовал никаких симптомов совершенно. Сначала необходимо заполнить анкету и согласие на проведение вакцинации. Затем пройти осмотр терапевта и лишь потом делать прививку. Прием ведется по записи. Вакцинация на базе второй поликлиники проводится каждый будний день. Для удобства пациентов два раза в неделю – это вторая смена с двух до восьми, а в среду, в четверть, в пятницу – это первая смена с восьми до восьми. Загруженности большой нет. Есть доступность незаписную вакцинацию на два дня плюс-минус. Есть даже иногда и день в день. Сейчас в кабинете вакцинации можно сделать прививку не только от коронавируса, но и против гриппа. Для желающих защититься от сезонной инфекции доступны вакцины «Флюэм» и «Савигрипп». Наталья Гончарова, Артем Ломоносов, телекомпания Одинцова.